Всем привет! Это пятое видео из серии уроков «Как создать сайт бесплатно самому». В этом видеоуроке мы разберемся, как работать с блоками. Например, мы уберем вот этот блок, который находится вверху нашего материала. То есть он здесь не нужен. Для этого переходим в структуру, нажимаем «Схема блоков». И в данном случае нам нужно будет убрать вот этот пункт. Сейчас расскажу, что это здесь такое. В данном случае я просто отключаю этот блок и нажимаю «Сохранить». Если я сейчас перейду на ту страницу, на которой я был, у меня вот этот блок исчез. То есть что здесь происходит или что это вообще такое? Сайт у нас состоит из разнообразных блоков, в которых у нас находится какое-то содержимое. То есть, допустим, вот блок «Заголовка», на самом деле там несколько блоков, блок «Содержимого», блок «Футера» и так далее. То есть эти блоки еще делятся на подблоки. Еще раз захожу в «Структура», «Схема блоков». Мы можем более детально посмотреть, какие у нас блоки есть. Для этого нажимаем «Просмотр областей блоков». Здесь мы вот видим наглядно, какие блоки у нас есть. То есть вот какое-то без названия не видно, что там за название. Топ меню, primary меню. То есть здесь у меня находится именно меню. Ну, главное, верхний титул. Здесь у меня находится заголовок, ну и так далее. Вот здесь вот, допустим, содержимое находится. Возвращаюсь вот в этот режим. То есть для того, чтобы какой-то блок разместить в каком-то разделе, вы напротив этого блока нажимаете на вот такую вот кнопку, выбираете, в какой блок вы хотите его переместить. Что такое блоки и где их брать? То есть блоки – это такая штука, в которой находится какой-то либо текст, либо какой-то исполняемый код, либо вот, допустим, рекламный баннер. На данном сайте до сих пор такого нету, но со временем может появиться. Для того, чтобы создать такой вот блок, нужно нажать «Библиотека пользовательских блоков», нажать «Добавить блок», ввести заголовок, допустим, какой-то текст в данном случае. То есть можно картинки, можно HTML-код, можно даже PHP-код, только для этого нужно кое-что настроить. В данном случае мы просто проверяем, что можно сюда вводить текст и как это будет отображаться. Нажимаем «Сохранить». Дальше мы с этим блоком работаем. Переходим в «Схема блоков». Нажимаем «Расположить блок». Находим тот блок, который мы создали, то есть по имени. Находим его, вот оно, то есть прокрутились вниз. Нажимаем «Разместить блок». Выбираем «Куда». Ну, пусть будет левая боковая панель. «Сохранить блок». Нажимаем «Сохранить блоки». Теперь переходим на наш сайт и смотрим, как это выглядит. То есть вот в левом блоке, которого вообще не было видно, отобразился тот наш блок, который мы добавили. То есть возвращаемся обратно в редактирование. В левом блоке, конечно, мне это не нужно. То есть находим вот его и отключаем. В данном случае мне этот блок здесь не нужен. Ну, можно отключить. Кроме этого, мы можем настроить блок. Для этого переходим в «Настроить». Здесь что мы можем настроить? Ну, то есть поменять заголовок. Далее, тип материалов. Мы можем отобразить, в каком типе материалов у нас этот блок работает, в каком нет. То есть если мы нажмем «Статья», то этот блок будет работать только в статьях. В остальных видах документов работать он не будет. Далее, страницы. Здесь мы можем указать, на каких страницах у нас будет отображаться блок. То есть, допустим, если мы вот так вот укажем, то есть введем в это поле «Фронт», то блок будет отображаться только на главной странице. А если мы ничего не вводим, то будет блок отображаться на всех страницах. Если мы введем, допустим, вот как по примеру, «Юзер звездочка», то данный блок будет отображаться только на страницах, в адресе которых присутствует юзер. Ну и дальше будет все, что угодно. Если мы уберем звездочку, то данный блок будет отображаться только на странице «Юзер». Если мы сделаем то же самое, но вот выберем «Скрывать для перечисленных страниц», то на этих страницах не будет отображаться данный блок. То есть иногда это нужно. Далее «Роли». Для каких пользователей будет отображаться данный блок. То есть анонимные пользователи, то есть пользователи, которые не зарегистрировались на сайт, те будут видеть этот блок. Далее «Пользователи, которые зарегистрированы» и «Администратор». То есть здесь вы думаете, для чего вам это нужно. И нажимаете «Сохранить» после того, как выбрали нужное. В данном случае еще можно выбрать, где отобразить. Я нажму «Не отображать». Нажму «Сохранить блок». В принципе, основную информацию про блоки я вам рассказал. На этом видео урок заканчивается. Кому данное видео понравилось или пригодилось, ставьте лайк и подписывайтесь.